приветик всем вчера вот так вот я тут заранее сидела и ждала сегодня я загуляла и не знаю где то там в других комнатах приветик приветик а следишь я на ну всем еще раз здравствуйте пока у нас такая неделя после моего отпуска какая-то не собранная совершенно то есть я там выполняю часть своей работы но вот с эфирами прям совсем беда потому что я не планирую какие-то темы определенные у меня это честно говоря тоже волнует потому что я хочу быть полезной не хочу чтобы вы сидели в эфире просто так тратили свои минуты драгоценные зря просто так болтаю со мной ну хотя может быть кому-то и вам это интересно и тогда общайтесь со мной побольше чтобы я видела что вам это интересно о энергии привет очень рада что ты с нами приветик со мной вернее вот и меня сильно это волнует что я вот так вот трачу ваше время поэтому наверное я на следующей неделе буду все-таки какие-то четыре эфира проведу на какие-то темы я думаю что на темы нашего вступительные темы к нашему платью скорее всего расскажу о фасонах расскажу о фигурах какой фасон какой фигуре на мой взгляд был бы хорош ну и про пряжу расскажу какую пряжу для чего куда как сделать как посчитать количество пряжи тоже вот это все расскажу я думаю что это будет на следующей неделе если я смогу все это сделать как-то подготовиться то тем более я буду писать еще посты на эту тему ой женя привет женя который адвокат тоже очень приятно тебя видеть уже давно по-моему тебя не было ну вот и как-то на следующей неделе буду надеяться что я все-таки буду какие-то эфиры делать полезные а пока вот мы с вами будем ни о чем болтать ну уж простите я думаю что мне для раскачки одну неделю он все-таки надо для того чтобы я собралась с мыслями после отпуска по поводу интенсива задавайте вопросы очень много вопросов директ никто не понимает что происходит вот тех новенькие девочки которые не понимают вы задавайте вопросы не стесняйтесь старенькие девочки тоже спрашивает тамара приветик все такие девочки уже родные я вот смотрю на ваши аватарки у кого-то панику помню и прям такое счастье что вы все меня смотрите так что пишите вопросы сейчас возможно я еще раз расскажу про интенсив по твои эфиры хорошо вызывать оксана класс приветик давно не была на эфирах очень соскучилась по тебе наргиз привет надо как нибудь пообщаться что ли потому что тоже хочу расспросить как у вас дела может ну с тобой очень долго не общались не в курсе что и как приветик всем кто здороваются я вижу все что вы пишете все что вы как вы здороваетесь так сейчас я тут еще помашу я села брошку тюльпан вышивать не дождалась интенсива эйфория просто спасибо за коробочку я про это говорила полина что не надо ждать потому что возможно вдохновение пройдет или какие-то дела более интересные появятся или более срочные может быть там я не знаю вас муж позовет отдыхать на какое-то не знаю побережье морское лучше пока есть вдохновение этим пользоваться поэтому кто мои коробочки заказала вы можете самостоятельно пожалуйста вышивать интенсив по коробочкам это скорее всего будет такой типа мастер-класс будет ближе к интенсиву по платью это наверное будет последняя неделя перед интенсивом там какие числе еще не смотрела будет скорее всего днем естественно тоже будут записи так что я еще напишу как-нибудь пост об этом вот приветик я вот завтра пошлю сашу сама уже не будут по этим всяким делам бегать равно саши надо по другим делам пошли сашу коробочки заказать потому что коробочка у меня осталась одна из всех что мы заказывали вот было очень много и мы думали как и все упаковать это коробочки с материалами для изготовления для вышивки брошек я такие коробочки делаю кто не в курсе вам их продаю вот и мы думали когда покупали мы думали что ну блин ну точно мы не используем все коробочки но я так на присмотрелась решила что я буду что-нибудь свое туда складывать или может быть буду брошки какие-то высылать какие-то заказики в этих коробочках а вот так вот буквально за ну вот за там с пару недель когда перед отпуском у меня было вы все раскупили я все коробочки вам собрала и осталась одна и как раз вот это будет экземпляр для того чтобы саша показал какую конкретно коробочку нужно потому что он вряд ли помнит какие там конкретно мне нужно и уже тогда буду на этих выходных собирать вам следующие коробочки так что заказывайте как раз перед интенсивом они к вам успеют прийти я смогу уже там в понедельник например вторник нам выслать новую партию уже заказы есть так что я уже на низком старте буду собирать привет пупсик сын рад динозавров и скучал в начале ой привет я на это я нас который мы виделись в киеве у которой мы сашей гостили и вот у меня сынок динозавров любят ему подарили небольшую коллекцию приветик передавать привет сыночку бабушка глянула твой эфир говорит и тут одна в жизни другая все про это говорят вот кто хочет убедиться в том какая я в жизни встречайтесь со мной и зовите в гости я приеду вы посмотрите все говорят это ну кто меня знает хорошо кто мои родственники там какие-то друзья потому что в эфире я ну какая-то слишком разговорчивая слишком активная слишком общительная слишком наверно какая-то не знаю возможно слишком радостная даже не знаю как это объяснить в жизни я гораздо спокойнее в жизни я могу сидеть тихо и не не о чем не разговаривать так что это там таки есть я этому уже давно не удивляюсь потому что так говорят все что у меня включается что-то и в эфире я такая у ля 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 приветик всем почему вы не видите вам нравится я не могу сказать что я не искренняя какая-то просто действительно включается какая-то кнопка а в жизни я такая более спокойная сашуля собралась я ли он брать 371 грамм и 400 метров 100 грамм и цвет бомбический а боюсь хватит ли на 46 размере длинная но можно же длину взять удобную раз юбочку сверху вниз будем вязать как штаж да думаю что нормально будет 371 это почти 400 думаю что будет нормально если платье ажурное то думаю хватит и без рукавов вообще возможно даже останется потому что я все равно боюсь вам советовать какие-то 200 грамм мне кажется что вы 200 грамм возьмете и потом вам не хватит и это будет еще хуже уж лучше пусть немножко останется и вообще в принципе всегда беру упаковками поэтому у меня вариант только одна две три упаковки и вот обычно я ну мне хватает я укладывайся как вам посоветовать прям вот количество граммов это очень сложно опять же будет отдельный пост а я отдельно еще эфир проведу по поводу того как рассчитать количество пряжи необходимое для платья потому что вот так вот хоп раз и я не тяжело сказать правда еще раз благодарю за визит пряжу скоро буду выбирать хорошо я на тебе тоже спасибо конечно же первую очередь тебе спасибо саша ты попала на концерт твоей группы еще раз скажи как она называется вот она висит у меня тут на ю тубе не видно на ю тубе видно и так каждый день вы смотрите вот на ю тубе я показываю вот в инстаграме я показываю я не могу не попасть ну то есть как я только узнаю что будет концерт на сразу в первый же день мы с подружкой вдвоем всегда неизменно мы ходим вместе на концерты в первый же день продажи я покупаю билет то есть не не это невозможно там знаете чтобы не пока подумаю ли пока куплю билет на поезд или пока решил там где жить то есть первое что я делаю вернее подружка делает потому что билеты в украине и покупает их всегда она это покупает билеты первое что мы делаем потом уже решаем как быть работой как быть билетами на поезд как быть ночевкой где мы будем ночевать и так далее это уже все потом и ну вот за сколько семь лет за семь лет все все было хорошо все мы успевали поэтому я не могу не попасть то есть все концерты в украине которые вот с разницей там в полгода потому что бывает так что они приезжают например одесса киев-харьков было такое концерты через день или там на следующий день три дня подряд естественно на три концерта мы не идем вы мы выбираем какой-то один город но вот когда они приезжают конкретно в украину то мы всегда идем на концерт группы называется форт вот они их два человека один поет другой играет ну плюс у них счетом музыканты есть естественно это все в живую поется играется и мне часто спрашивают хоть живую пел но такого не бывает понимаете группа европейская британская мне кажется что я и не специалист в этом мне кажется что такого не бывает что-то не пели там под какую-то фонограмму конечно же всегда поет живую и всегда я вот я всем вам советую сходить они очень любят россию у меня тут в основном девочки же из россии они очень любят россии очень они в россию приезжают очень часто ну как очень часто два раза в год точно а то и чаще но вот этим летом видите как они россию пропустили но приехали в украину поэтому советую вам сходить не знаю сколько у вас стоит билет у нас билет это чуть дороже тоню нормальная цена ну и опять же на цену никогда не смотрю мне всегда есть всегда находятся деньги на билет но советую вам сходить цена подъемная то есть они то что там 30 тысяч это нормально абсолютно тысяч пять я думаю будет у вас стоит россии билет поэтому сходите вот вот реально сходите я не то что там призываю вас любить слушать но это правда интересно очень многие девочки которые по моему совету ходили на концерт они остались довольны вот мне недавно одна девочка писала мы в киеве был фестиваль там было очень много групп разных исполнителей и четыре дня длился фестиваль и одна девочка купила билет на этот фестиваль я так понимаю не на группу а просто вот видимо она каких-то может быть других музыкантов я не знаю в общем просто развлечься и она говорит что мне писала что она была очень приятно удивлена что ей очень понравилось выступление что ты у который поет вот этот очках он очень харизматичный но честно скажу мне пока ни один человек может постеснялись но мне пока ни один человек не написал типовое ужасно скучно было на концерте скучно никогда не бывает и это огромный плюс потому что многие музыканты ну просто знаете выходят отрабатывают и уходят но здесь не тот случай я еще пост напишу в этом его уже написала но мне не помещается в 2200 символов и я не знаю мне надо ведь мои в эту в карусельку как-то это помещать текст остальное чтобы вам рассказать о своих впечатлениях так привет и спасибо от сына о и спасибо я найму тоже привет саша привет расскажи пожалуйста какая у тебя система планирования наверняка дел много и как ты все успеваешь ведешь несколько ежедневников валя если честно я читаю этот комментарий думаю блин какого вы обо мне хорошего мнения нет у меня такого нет я записываю планы на день в google keep и то есть есть приложение google keep это на android на айфон наверняка у вас вы прекрасно знаете такое приложение это просто такой блокнот в котором можно рисовать писать списки записывать какие-то тексты смайлики вставляйте картинки вставлять перемещать все эти записи там как угодно и у меня там все хранится что для меня ценно чтобы туда быстро зайти посмотреть я обычно пишу на день как и список дел которые мне нужно сделать как правило этот список дел больше десяти пунктов получается потому что мне кажется что сегодня я должна выполнить но все что я должна была выполнить последние полгода и в итоге когда вечером я смотрю на этот список и вижу что выполнил там три пунктика то я расстраиваюсь но я уже привыкла и уже перестала расстраиваться последнее время последний наверное ну вот с весны и наверное где-то так у меня перес пересмотрела я свою жизнь я поняла что то что я не успеваю ничего это тоже хорошо значит у меня есть вдохновение есть идея есть желание что-то делать и в принципе не обязательно все успевать как отличница и выполнять все в срок а можно просто реально записывать себе дела и выполнять только половину делали еще меньше вот так я этим и занимаюсь вот планов никаких у меня нет там знаете на месяц на неделю какие-то там пятничные ну типа анализ пятничный что я успела что не успела метку вы ничего нет то есть я пишу себе список то что я не выполнила я на завтра перепланирую но бывает такое что мне не хочется вообще делать там некоторые пункты ну вот не держит душа в основном я записываю все такое творческое тогда я просто не делаю для меня это нормально еще также я у меня есть видео на моем youtube канале про как там называется про то как больше успевать про мотивацию про успех что такое какое-то видео очень такое популярное причем многие девочки пишут вау классы ноги пишут боже какой бред вот но я себя люблю поощрять то есть я знаю что если я выполню вот это задание значит у меня будет в конце дня какой-то приз ну как правило приз это ничего не делать и но ничего не делать это тоже громко сказано я очень люблю очень люблю как это называется подготавливать фотографии картинки картинки коллажи для статей на себе а блоге вот у нас все планируется выход огромного множества статей про моду про ну не прям про про моду будем так говорить простыми словами вот и я очень люблю вот эти все коллажи делать когда выйдут статьи вы увидите вы поймете что я делаю я делаю фотошопе вообще полностью как бы с нуля то есть не используя никаких там и онлайн программ вот и хотя многие считают что скорее всего я просто не хочу говорить чем я пользуюсь типа я не хочу чтобы другие пользовались этой программой типа я жлоб вот так но на самом деле правда то есть я не реально ничем не пользуюсь и я люблю вот этим заниматься то есть я знаю что если я выполнила какую-то работу по списку по плану то у меня в конце дня есть какое-то поощрение например вот поделать вот эти картинки это тоже по сути работа но это для меня вот как отдушина от от вязания от бисера и так далее еще например есть у меня поощрение повязать что-нибудь другое и меня тоже это очень греет я понимаю что если я выполню все задачи которые я там себе на планировала ну не все но какие-то основные все равно есть то у меня будет вот этот вот приз еще я очень люблю вы все знаете я писала об этом я очень люблю семечки и вот с брекетами конечно же эта проблема но я никогда не не щелкала их зубами то есть всегда я их очень тщательно чистила и ела потихоньку с часто конечно проблематично но вот раньше у меня была такая по такое поощрение что посидеть посмотреть сериал саньком и полоска семечки сейчас например футбол для меня это вообще самое классное поощрение и я вот вчера я очень долго его смотрела ну то есть каждый день сапа 4 я смотрю те матчи которые идут то есть я вот так делаю и поэтому я для меня это стимул успеть у меня такой тоже часто об этом грузовский синдром отличницы есть моя проблема личная и вот он как раз мне и помогает наоборот вот в этом смысле то есть если я себе запланировала то я вот кровь износа должна сделать и вот эти поощрения не мне всегда мотивирует но я ничего не успеваю вообще ничего я сегодня запланировала свет на свитере спрятать концы ну в общем конце ниточек спрятать потом запланировала еще пофотографировать и некоторые там фотографии делаю специально там сразу штук по 10 по 20 для инстаграма не для своего вот потом я запланировала приготовить кушать что-нибудь вкусненькое посидеть на улице попить чайок ну и что вы думаете я только ниточки кончики спрятала но стесно кушать приготовила и закончился день что я делала я отвечала на сообщение в директе я высылала реквизиты для оплаты отвечала на сообщение василия отвечала на сообщение в твоей пряжи и вот так у меня прошел день где-то часов до 3 потом я при попрятала кончики пошла приготовила кушать вот даже чаще не допила он у меня тут стоит и уже пришла к вам на эфир и вот так каждый день у меня то есть то что я планируете 10 дел я никогда не выполняю так тоже ли он беру о добрый вечер есть вопрос будет возможность объяснить в интенсиве как вязать вверх на одно плечо и как закрыть петли чтобы ничего не топорщилась при одной лямки а то есть вот так вот прям ухтышка это очень интересно тамара я подумаю прикольно мне надо записать если у меня там какой-то один часов я когда запланирую себе весь интенсив если у меня какой-то часок останется это очень интересно реально классно если какой-то кусок останется тогда я выделил на это время сушим спасибо беру ли он хорошо не за что где был концерт в этом году в киеве был моем любимом уже теперь я была уже второй раз там стадионе красивом киевском олимпийском который вот был реставрирован так евро 2012 и я ну вообще вы знаете я люблю футбол я фанатка всяких таких больших стадиона к сожалению вот я была только в киеве и во львове мы туда ездили на велосипедах посмотреть больше нигде не было ну не то чтобы у меня прям это сильная цель у меня это такая мечта сходить на матч классный какой-то желательно где-нибудь в европе на крутые команды это не прям цель на эта мечта которая я думаю когда-то придет время она сбудется у меня есть такие мечты которые со временем сами по себе потихоньку сбываются вот тут тоже самое то есть я могла конечно же сразу же купить билеты поехать многие спрашивали почему я не приехала там не знаю в сочи или куда-нибудь в москву на нынешний чемпионат мира но это как-то слишком скучно мне надо что-то на улице во как-то на голову упала наверно когда мне прям сильно приспичит тогда уже куплю билет вот и там был концерт на этом стадионе и для меня это двойное счастье потому что я я смотрела на этот стадион абсолютно многие я думаю равнодушны но мне на стадионы вот прям пропирает как-то я стояла смотрела изнутри и думаю как же круто тут быть на футбольном матче сидеть там где-то на на сиденьях наверху мы это были внизу фонзоне я на этот круг смотрела представляла себя футболистом и мне вообще это все очень приятно привет мой наталья приветик добромыслово давно вас тоже не видела карина приветик так приятно привет вот не лежала душа к ажурному платья ну что ты думаешь два эфира эскиз нарисовал карина классная сама честно говоря ажур тоже не люблю поэтому меня видите так я к нему пришла слишком уже поздно год прошел но вот такое ажурное платье меня в голове видится я его давно хотела поэтому себе два штучки свяжу длинная короткая увидела интересный летний состав хлопок с коноплей девочки кто не у кого-нибудь есть опыт боюсь петли кривые будут сейчас очень популярна эта пряжа конопляная и прям мне очень хочется ее попробовать но просто как-то не знаю опять же жду когда она мне на голову упадет как-то вот прям специально сесть и заказать я еще такого не делала тоже очень интересно вот не попадаю опять я к вам в интенсив хочу маму отправить пока зреет идея давайте конечно маму отправляйте к нам здравствуйте сашенька я опоздала на начало а ничего страшного серьги класс спасибо это мне моя подружка делал вот серьги самое дело моя подружка делала с которой мы с которой мы ездим на концерты дана привет она иногда бывает смотрит записи моих эфиров очень редко я думаю но иногда смотрит так что приветик тебе которые мы ездили во львов и вот она мне их дело это серьги из вот видите вот эта золотистая часть это чешуйка не знаю как это сказать от от хвостика лобстера по моему лобстера я сейчас скажу неправильно она мне потом будет исправлять вот это золотистая она покрыта краской вот это вот какой-то транзистор или диод как они называются вот эти детальки синенькие тут вокруг шнурочек и бахрома и это то есть знаете реальная природная вот тут сзади так реальная природная природный материал она не ничего не выкидывает такого интересненького и часто делает украшение из таких вот необычных штучек так хочу с канаплю я напишет да интересно купите как-нибудь эту пряжи потом в чате расскажите как вам я почитаю мне очень интересно я где-то видела еще это было может пару лет назад я где-то видела в инстаграме девочка сама не знаю производила ее или как я даже не знала и я тогда очень сильно хотела заказать такое новенькое всегда интересно ну хотела и чего-то не перехотела я не помню в чем там было дело а вот сейчас уже такая популярность у нее и я смотрю очень многие и продают и вяжут из нее из пряжи и конопляной еще из пряжи из крапивы ой я вот этого вот этого я честно не слышала это мне надо моей сестре сказать у них много крапивы она любит варить супы из крапивы я вот ни разу не ела тоже то мне понравилось у меня телефон сломался тяжело писать но я в инстаграме буду участвовать наталья как это круто спасибо вам вы моя прям родная уже я много лет об этом говорю но вообще в принципе часто повторяюсь мне кажется что новенькие девочки подключаются и они не в курсе что и как я с вами как своими уже разговариваю и получается что наверное многим скучно и непонятно что происходит поэтому я таки немножко пояснения оставляю мне есть определенное количество девочек которые со мной участвовали уже практически год в интенсивах и они для меня как вот такая большая семья уже родные все и со многими мы вот как-то сейчас и тут отключу со многими мы уже вот даже лично общались но еще не встречались хотя с некоторыми встречались и я всегда говорю что я очень жду с вами встречу и это как вот всем футболом с крутым матчем как с этой конопляной пляже так и встречи с вами я думаю что когда-нибудь на голову мне это свалится и мы все-таки с вами увидимся у нас вообще саша есть планы поехать в москву увидеться со всеми вами там куда встречу организовать очень хочется но так как у нас знаете такая такое разделение 11 занимается одним делом другой занимается другим делом и вот в саш на дела я лезть не хочу поэтому как только он будет готов так мы сразу и поедем вот и вообще после того как я приехала из львова и киева у меня все сразу мысли о том куда бы еще поехать когда же уже следующая поездка потому что мне понравилось очень сильно и думаю что я как-нибудь себе опять организую такой отдых на самом деле я всегда привязываю с концертом вот как только я узнаю что концерт как правило это за полгода где-то за месяц 4 известно покупаем мы сразу билеты на концерт и я сразу знаю что сто процентов мне надо ехать поэтому всегда вот так получается что примерно раз в два раза в год я езжу в украину во львов киев куда-нибудь на концерт вот и я знаю что концерта все равно будет и все равно я когда-нибудь поеду с вот с москвой надо как-то это уже чтоб санек организовывал потому что у него там свои планы и тоже я же говорю что хочу не хочу мы слишком мешайте слишком его теребить давай давай поскорее когда же уже мы поедем очень красивые сервис спасибо я передам своей дань и даст крапивы 2014 году узнала и сои есть ой она ничего себе сколько всего прошлом интенсиве не смогла участвовать в этот раз не хочу упускать саша начало условия интенсива будет пост да будет пост условия можете почитать по тегу про нижнее подчеркивание интенсив про интенсив через нижнее подчеркиваем там много я писала про условия просто реально все невозможно поместить подробно в одном посте но я буду естественно об этом писать потихоньку у меня еще есть такое личная личная такая проблема что когда я еще не подготовилась к интенсиву когда я не связала пробное платье то у меня такое ощущение что еще нельзя никому об этом рассказывать а вдруг я не подготовлюсь а вдруг что-то случится а вдруг я передумаю хотя я точно не передумаю но все время какие-то такие мысли о том что если еще ничего не готова то о нем еще не стоит говорить и я говорю о чем-то что я задумала только тогда когда она уже готова вот когда уже все реально я полностью сделала все возможное чтобы об этом рассказать тогда рассказываю и сейчас тоже я боюсь что я сейчас буду расписывать какой же хороший интенсивно приходите да то да сё а в итоге нужно я не знаю опять же кирпич на голову упадет и все поэтому я еще посты такие прям сильно не пишу но думаю что все на следующую неделю вот на следующей неделе я все сделаю на этой неделе пока мне нужно доделать всякие важные дела связанные со себе и не твоей пряжи в том что там тоже много заказов и надо и со всеми ими разобраться побыстрее заказчики ждать не будут спасибо яночка я как новый куплю обязательно тебе писать буду наталья пусть поскорее новый телефон у вас появится чтобы он вас радовал и был таким вот прям вот как вы хотели сашенька очень скучала по тебе жду с нетерпением интенсив по платью по брошкам я тоже что она боюсь жду и боюсь мне кажется что у многих такие страхи вот я как-то рассказывала в эфире есть такие люди которые только что-то придумали пошли где-то что-то раздобыли где-то с кем-то договорились где-то что-то прикупили организовали сели готова и они уже об этом готовы рассказывать и когда они когда перед этим перед тем как все разрулить они начинают рассказывать сейчас будет супер офигенно сейчас будет все так классно вот буквально там через четыре дня через четыре с половиной дня вот все прям будет я так все время думаю ничего себе как у них получается мне чтобы организовать не нужно очень много времени и мне тяжело заранее говорить и говорить точно что через четыре с половиной дня что то произойдет вот у меня такие страхи вот я поставила себе 23 июля интенсив и сама так думаю а если что-то случится если что-то будет не так ну пока я себя настраиваю на то что вы люди понимающие если что-то у меня там поменяется то вы не расстроите сильно и поймете но ничего не поменяется я я же говорю что я отличница по своей натуре поэтому я буду ночи не спать но я сделаю где можно посмотреть примерные варианты платьев пинтеристе пока смотрите я еще создам тоже отдельный наверно stories и размещу у себя на странице отдельную такую вкладку с платьями которые просто примеры для вдохновения возможно чтобы вы понимали какой фасон потому что летнее ажурное платье ведь у каждого в голове свой свое рисуется и я это сделаю на следующий день тихо вообще я планировала это сделать до конца этой недели платья и написать статью какое количество пряжи необходимо для платья как рассчитать вот это я сделаю до конца недели наверное завтра ну завтра напишу текста когда публику не знали что не та картиночку уж какую-то красивую саша вы для своей линии одежды сами вяжите я вижу то что я придумываю как бы первая из первое изделие что-то потом переделываю доделываю то есть вступительную часть делаю я потом когда уже сто процентов я уверена в том что все размеры подходят что все петли там посчитаны все ряды посчитаны спицы точно идеально подобраны тогда уже я передаю эту работу девочкам нашим но чтоб так знаете дать какой-то заказ который я никогда там свитер который я никогда не вязала такого нет то есть это делаю я сошел я так каждый интенсив боялась но сейчас поняла что с тобой море по колено мне все так пишут но кто участвовал и кто связала конечно же те кто не часто ли такого еще не пишут но я все равно боюсь на самом деле я очень не азартный человек я очень боюсь рисковать я очень боюсь чего-то нового я очень консервативная и поэтому когда в папу кстати в моем и поэтому когда вот такое я что-то себе заявляю мне нужно выполнить то я всегда боюсь мне всегда страшно это уже не знаю какой по счету интенсив давайте посчитаем мы с вами вязали летнее платье кардиган регланом потом мы вязали шапки горизонтальный свитер свитер с точным рукавом лапа пейсу 6 да у нас было это 7 будет интенсив ну и плюс 1 у нас не был интенсив но я в прямых эфирах рассказывала как реглан вязать вот то есть это такой 7 8 типа и вот я все равно боюсь смотрите получается у нас раз в два месяца до в прошлом году были интенсивы интересно в следующем в этом году в следующий раз скорее всего он будет когда-нибудь в октябре потому что я в прошлом году всю осень была интенсива и я забросила силе и саша там совсем разбирался принимал заказы только упаковывала посылки и это было очень напряжено все таки наша основная работа никуда не девается и надо развиваться в той области а я тут пошла в этой области развиваться на мне это так хочется поэтому будем как-то совмещать но конечно же с головой вот так окунаться как прошлой осенью не буду прям вы чтобы интенсив за интенсивом и я совсем такая еле-еле уже разговариваю наверное это будет с небольшими перерывами мне просто показалось что ажурное платье можно только крючком вязать мы же спицами будем вязать крючком они офигенные но спицами не хуже спицами другое совсем какое-то такое получается полотно но очень крутое поэтому да будем вязать спицами крючком я вижу но я не обучаю и я ну как вижу я связала может там парочку вещей в своей жизни как это сказать я умею вязать но не вижу скорее всего так и и чой-чой-чой хотим сказать да будем вязать спицами это тоже будет красиво поэтому я покидаю вам варианты если я найду потому что у меня в голове это видится так то и я не знаю если найду ли я ну думаю что найду саша мы будем ждать в любое время с тобой классные все понятно спасибо приветик саша ты молодец что борешься со своими страхами двигаешься вперед для меня это очень важно для меня это часть жизни меняться я считаю что любить себя такое какая то есть это наоборот не из-за любви к себе происходит а скорее за какой-то безысходности что ли типа я такая лошара что я не смогу измениться поэтому я буду любить себя такой какая есть там с кривым носом и с кривыми зубами ну то есть и там с огромной пятой точкой мне кажется все равно надо видеть свои недостатки если их можно исправить то их исправлять недостатки также есть и в характере и у меня их очень много и хоть и я вся такая типа правильная на самом деле это тоже мой недостаток что я слишком правильно мне надо быть похуже вот поэтому я стараюсь саша мне в этом помогает я стараюсь и вот как раз эта часть жизни видит в себе то что можно исправить и исправлять я не знаю как и со стороны видно или нет но я вижу что я меняюсь и я тоже писал об этом пост мне мне очень нравится взрослеть в плане лет и мне кажется что чем старше я тем я более гармонично с собой внутри себя и чем старше тем еще круче будет мне кажется так потому что я бы не хотела жить всю жизнь в 18-летие ли там двадцати двухлетие мне кажется что было круто это было действительно очень такая отдельная интересная часть моей жизни но все равно это не то к чему нужно стремиться то есть всегда есть что поменять и вот я стараюсь это делать и страхи это один из одна из возможностей изменить свой характер то есть работать над страхами у меня был один страх вот я я не рассказывала когда первый раз мы ездили на концерт мне было 19 лет для кого-то 19 лет это очень взрослый человек я тогда считала себя далеко не взрослой но хотя мне уже тормозит чем у меня тормозит но хотя в тот момент это по моему когда было я не помню когда конкретно это было пару месяцами позже мы саша уже вместе жили и то есть но серьезная семейная жизнь я не жила с родителями в тот момент но все равно для меня это было очень страшно поехать в другой город на в какой-то ночной клуб причем ночной клуб очень известный очень дорогой и там ну не просто знаете такие обычные девочки чем не зависла обычные девочки и паренечки приходит там реально приходит такие богатенькие дядечки и девочки пытаются к ним подкатить чтобы ну понятное дело вот и меня мне было страшно и вот тогда я тоже переборола свой страх и поехала меня подружку уговорила и я рада и теперь мне кажется я в любую точку мира смогу поехать и мне вообще не страшно я ездила потом одна мне вообще я вот когда я ездила мне было я не помню там лет 26 наверное 25 я уже не помню когда это было когда ездила 1 ну несколько лет назад и я никогда нигде вообще одна никуда не выбираюсь всегда только саши не потому что я там супер боюсь или саша там супер за мной следит просто вот так получается что мы всегда всегда вместе у нас как-то было даже девочка одна знакомая и мы все время вместе приходили к ней на встречу она говорила блин вы когда-нибудь по отдельности вообще бываете находитесь вот мы дома все время вместе сильно куда-то идем то мы тоже вместе очень редко когда по отдельности а тут я решилась поехать 1 через границу на поезде на такси потом на поезде там одна где-то быть потом возвращаться назад все это сумками я очень границу тоже боюсь потому что там и иногда могут докопаться конечно не это не часто но бывает граница крым-украина я имею ввиду я поехала потому что я знала что мне нужно перебороть это не то что был страх но это наверное бы были очень большие сомнения что это хорошая идея я очень сильно сомневалась я помню когда перешла границу и приехала в новоалексеевку новоалексеевка это вот юг украины откуда едут поезда харьков киев львов и обычно на этих поездах крымчане ездят это старые поезда которые ездили в симферополь но в симферополь теперь доступ закрытые они доезжают до новоалексеевки вот и я приехала в эту новоалексеевку села на лавочку смотрю там все вокруг это был вокзал смотрю там все вокруг там дети с родителями бабушки с дедушками там девушки с парнями у всех какая-то такая дружеская обстановка там у каждой кучки людей а я одна сижу и сижу не так грустно стало я думаю зачем мне это все вообще придумала зачем это все мне надо зачем я поперлась одна почему где саша почему саша не со мной почему я сейчас не с ним не была очень тяжело но когда села в поезд поменялась потому что не ехала к любимой подружки и я ехала на концерт во львов все поменялось и потом естественно когда она меня встретила еще все больше поменялось и мне очень даже понравилось и отдых саша это очень круто но отдых без саши это не менее круто это тоже круто я не могу сказать что что-то лучше что-то хуже но это другие впечатления и это тоже прикольно вот тоже так поборола я свой страх даже не то что страх я же говорю что у меня были сомнения что это хорошая идея мне казалось что идея тупая ехать самой куда-то это при том что я вот говорю что здесь в симферополе ну как-то так случается что мы все время вместе я не знаю вот обычно если выезжаю одна в город не сразу скучно я сразу звонить начинаю спрашивать как там у саши дела какая-то вот такая непонятная я не знаю правильно это или неправильно нас устраивает поэтому мы не заморачиваемся саша не забывайте теперь что-то эту низким свяжешь точно меня я она научила вязать тунисским крючком я маме показывала видео вам уже посмотрел это что мама тоже свидетель что ты меня учила а кстати да не я тоже скидывал это видео то что дано тоже свидетель вот теперь я могу еще и тунисским крючком вязать мы реглан погон будем когда то пробовать может быть да мне многие просят и вот я на тоже да ты говорила что хочешь может быть да я вот просто его сама вязала и не помню когда я когда-то его вязала еще в школе но это точно не было после университета по моему еще в школе но это было очень я помню себя такой маленькой когда и убежала мне нужно заново его связать чтобы вспомнить что там и как я-то понимаю как оно должно быть и я думаю что все получится но мне на меня не один пробный свитер надо связать чтобы вам потом рассказать как это вяжется мне кажется что так будет нечестно приветик оля приветик я кстати 18 лет поехала в лондон и ходила там поздно очень по улицам и на хэллоуин в опасный район пошла но я обожаю просто риск вызов новое это круто а я не люблю вот поэтому я и не ездила в лондон 18 лет молодец я на мне кажется что когда такое такое отношение к жизни то жить интереснее чем когда сидишь и всего боишься вот мне сейчас 19 вроде бы одна живу в москве учусь там но взрослым человеком себя почти не чувствую я прекрасно понимаю аня я помню себя в 19 лет мы тоже жили саша отдельно снимали квартиру и уже но были реальные семейные обычные бытовые заботы и было учеба была работа уже на тот момент потому что нам нужно было оплачивать и квартиру где-то деньги надо было добывать я всегда время тоже люблю эту историю рассказывать сашу как раз не то чтобы уволили закрылся проект в котором он работал естественно он остался без работы и в августе сняли квартиру поближе к сашиной работе первый месяц мы так классно жили у саши поднялась зарплата все было офигенно нам хватало там просто на какие-то невероятные свои желания в сентябре его проект закрылся его до свидания мы сказали и все и вы остались без работы нам нужно оплачивать квартиру и нам нужно было еще и на работу найти я тогда училась я повышала получала повышенную стипендию как отличница 800 гривен квартира стоила у нас полторы тысячи гривен в месяц вот на 800 гривен мы жили потом начали зарабатывать там очень интересным способом я тоже об этом писала я думаю что вы читали кто читал как мы зарабатывали писали статьи у нас было несколько блогов мы писали туда статьи продавали в этих статьях рекламу и вот так мы потихоньку зарабатывали эти полторы тысячи чтобы платить квартиру но мы там прожили девять месяцев то есть у нас более-менее нормально пошло но мы тогда ничего не могли себе позволить нам помогали родители едой все время там сашина мама сумку привозила моя мама сумку привозила с едой вот но все равно было очень круто и тогда я вспоминаю себя да хоть это и была семейная жизнь но взрослая все равно себя не чувствовала и после университета я себя взрослыми чувствовала скорее всего какое-то сознание себя что ли произошло где-то в 24 года вот наверное после 24 что-то произошло возможно как раз тогда началась очень активная у нас работа связанием у нас реально появилась куча сотрудников у нас появилось очень много работы которые мы не успевали делать у нас появилось очень много денег и наверное тогда мы сашей как-то я не знаю нас это сплотила во первых во вторых мы наверно осознали что мы уже взрослый как-то так у ок ласки не мне в telegram сашек а я фотки скоро обещаю а что в telegram скинуть я уже прослушала что именно скину приветик ну вот сегодня немножко своей жизни рассказал про что рассказывала что скинуть telegram видео видео какое а как мы вяжем я же не скинула да да я помню я скину фотографии там есть фотографии же с тобой и скину видео да потому что не может как-то не скинула теперь еще нет ну вот все девочки все рассказала если никаких вопросов нет давайте тогда опять семья футбола нет я сейчас буду отдыхать скорее всего чем я буду сейчас заниматься скорее всего я пойду сидеть на улице и пить чаек новенький который теплая не этот холодный и с дэвисом гулять видите сегодня окно у меня закрыто вчера было открыто окно слышал мой голос и скулил просился погулять сейчас окно закрыто он меня не слышит наверное поэтому тихонечко сидит я на и ты мне тоже скинь фотки которые бабушка фотографировала саша скажи если у вас видео по расчету расхода пряжи есть пост видео отдельного нет есть пост если хотите напишите мне директ я вам найду его скину потому что я помню ну как он выглядит до связи пошла спать укладывать детей пока приветик еще раз передавай сыну привет оксана ну вот мы заканчиваем вы пришли я уже сильно наболталась много поэтому так молчу я кстати сегодня выложила два видео на youtube предыдущие прямые эфиры и еще мне нужно выложить видео про коробочки тоже она есть но где-то его надо в ноутбуке поискать я найду тоже скину ну все будем прощаться мы с вами 50 минут поболтали до завтра завтра же четверг завтра еще что-нибудь о чем-то поговорим пообщаемся все всем пока идите слышать форт знакомиться всем пока до завтра спокойной ночи поделились